Здравствуйте, уважаемые коллеги! Разрешите представиться. Я, Веднова Мария Олеговна, гастроэнтеролог, заведую кафедрой педиатрии и мимитура и являюсь заместителем главного врача по лечебной работе клиники педиатрического медицинского университета города Санкт-Петербурга. Я хочу представить вам доклад о подходе к лечению дисбиозов кишечника у детей. Ну, сначала будем с вами смотреть на дисбиозы с разных сторон. То есть нужно знать, что диагноза такого нету, то есть это для клиницистов. То есть диагноз дисбактериоз, как мы раньше ставили, дисбиоз кишечника, но мы не ставим хотя бы основным диагнозом. То есть это может быть осложнением каких-то заболеваний. Но основным это не получается. И вот мы посмотрим с разных сторон на нормальное состояние микробной флоры и на нарушение самой микробной флоры. Итак, норма флора или микрофлора в нормальном состоянии. Эубиоз – это качественное и количественное соотношение разнообразных популяций микробов, отдельных органов и систем, которые поддерживают равновесие, необходимое для здоровья человека. То есть равновесие и биохимическое, и метаболическое, и монологическое, и монофимическое, важнейшей функцией микрофлоры является ее участие в формировании экзистентности организма к различным заболеваниям и обеспечении, извращении полонизации организма человека посторонними микроорганизмами, но и особенно микроорганизмами, которые не нужны для несовместимости с нормальной работой организма. Желудочно-кишечный тракт представляет собой одно из наиболее сложных микроэлогических средств организма человека. На суммарной площади слизистой, которая составляет около 400 метров квадратных, имеется очень большое разнообразие различных микробов, и тонко сбалансировано взаимодействие между защитными силами макроорганизма и микробными ассоциациями. Ну, как полагают, бактерии составляют до 50% объема содержимого ободочной кишки человека, а их совокупная биомасса приближается в различных возрастах, у детей полтора килограмма, у взрослых может быть 2,5 килограмма. Бактерии совершенно неравномерно распределены в желудочно-кишечном тракте, и если в желудке колонизация невелика и составляет где-то 10,3-10,4 степени, то, соответственно, так как в желудке трудно выжить в такой среде микроорганизмов, то в подвздошной кишке, это уже 10,7-10,8 степени, и затем чем ниже, тем больше микробов. И большинство из них могут идентифицироваться только молекулярно-генетически. В норме микрофлора включает более 500 видов бактерий, ну и, соответственно, видно на схеме, что нарастание идет в желудках, в толстой кишке, значит, и в любом микробиоцинозе, в том числе и кишечном, всегда имеются постоянно обитающие виды микроорганизмов, это аббригатная микрофлора, она обязательная, вот, и, значит, ей определена ведущая подвижение симбиотических отношений между макроорганизмом и его микробиотой, вот, она составляет 90%, сопутствующая факультативно около 10%, а транзиторные и случайные виды, достаточная микрофлора, это меньше 1%. Основными типами кишечной микрофлоры являются следующие, и они будут перечислять, вы их видите на слайде, вот, и среди бактерий комминсалов, которые культивированы из желудочно-кишечного тракта, более 99% являются аббригатными микробами, вот, из которых доминирующие роды, ну, то, что мы хорошо знаем, и бифидобактерии, и ластобактерии, и лобактерии, и бактероиды, и ластфидии, вот, и другие представители. А состав обнаруживающих бактерий в различных отделах желудочно-кишечного тракта весьма вариабельный, и если у, скажем, клинического доктора на слуху определённо виды микроорганизмов, то иногда встречаются такие микроорганизмы, которые, в общем, известны в основном микробиологам. Увеличение плотности микроорганизмов и биологического разнообразия видов наблюдается вдоль всего желудочно-кишечного тракта, соответственно, в полугольном цивекальном направлении, и различия в составе наблюдается между просветом кишечника и поверхностью слизистой оболочки. Ну, в просвете кишечника преобладающими являются и лактероиды, и бифидобактеристики, такой энтерококий, пластридии, лактобактерии, руминопоки. А на поверхности, связанной со слизистой оболочкой, это пластридии, лактобактерии, энтерококий, акирмансия. То есть это полостная и пристеночная микробиота, соответственно, просветная и мукозная. Микробиота, которая связана со слизистой оболочкой, играет очень важную роль в поддержании гомеостаза, то есть учитывая ее близость к кишечному петелью и, соответственно, к основной иммунной системе слизистой оболочки. И эта микробиота как раз играет очень важную роль в поддержании клеточного гомеостаза хозяина, или вот что очень важно для клиницистов, для гастроэмпирологов, для педиатров, она играет большую роль в запуске механизмов воспаления. И вот сейчас проводятся работы, направленные на выяснение роли кишечной микробиоты, именно пристеночной, которую мы не всегда можем достать в клиницистов. Вы знаете, вот ее роль в запуске механизмов воспаления, тяжелого воспаления кишки, например, при воспалительном заболевании кишечника. Ну, это я уже говорила об этом, кроме микробиотима желудочно-кишечного тракта. Бактерии, заселяющие толстую кишку, это также, значит, облигатная, сплютативная микрофлора, кроме того, сапротитная и вот условно-патогенные, если все дела, простые цитробатор, энтеробатор. Деление микроорганизмов желудочно-кишечного тракта нагруппы, постоянства и важности весьма условно. Сейчас же появились массы культурально независимых методов идентификации микробиоты, сиквенирования ДНК, флуоресцентная гипридизация и использование технологии Иллюмина. И в связи с выявлением новых микроорганизмов происходит переклассификация ряда микроорганизмов, взгляд на состав и роль здоровой кишечной микробиоты человека заметно поменялась. Состав микробиома зависит от возраста человека, его питания и даже расово-этнической принадлежности. Обычно эта расово-этническая принадлежность, она, наверное, больше зависит от характера питания, нет от парыца. Значит, появилось и новое представление доминирующих видов, появилось уточненное перогенетическое древо микробиоты желудочно-кишечного тракта человека. Между колониями микроорганизмов и кишечной стенкой имеется тесная взаимосвязь, и это позволяет их объединить в единый микробно-траневой комплекс, который образует микроколонии бактерий и продукцируемые ими метаболиты, а также слизь муцинопитериальной клетки слизистой оболочки и гликокаликс, и клетки стромо-слизистой оболочки, гидробласты, ликтоциты, лимфоциты, нейроэндокринные клетки, клетки метроциркуляторного русла. Вот это все составляет метробность для него и комплекс. И кроме него необходимо знать, а точнее мы-то больше знаем о существовании полостной просветной микрофлоры, она является более изменчивой, но мы-то в основном клиницисты базируемся на показателях просветной микрофлоры. Но она меняется, зависит от скорости поступления пищевых субстратов по пищеварительному каналу, в частности пищевых волокон, которые являются питательным субстратом, они играют роль матрицы, на которой фиксируются, образуют колонии кишечной бактерии. Полостная зора доминирует в фекальной микрофлоре, что заставляет с особой осторожностью оценивать изменения в различных микробных популяциях, которые выявляются при бактериологических обследованиях. И получается, что не всегда нужно очень строго полагаться на разовый анализ. То есть особенно вот эти анализы микробной популяции из толстой кишки, они могут варьировать. И мы иногда видим, что не всегда имеются сходные результаты. Микрофлора, она играет значительную роль в перистальтике, секреции, всасывании в клеточном составе кишечника, то есть практически участвует по всех функциях. Участвует в разложении ферментов и других биологических активных веществ. Она, нормальная микрофлора, обеспечивает колонизационную резистентность, то есть защиту слизистой кишечника от болезнетворных бактерий. Она подавляет патогенные микроорганизмы. Она предупреждает инфицирование организма. И в этом ее роль огромное предохранение организма от распространения инфекций. Ферменты бактерий расщепляют волокна клетчатки, которые не переварились в тонкой кишке. Кишечная флора синтезирует витамин К, витамины группы В, ряд незаменимых аминокислот, ферменты необходимые организмы. С участием микрофлоры в организме происходит обмен белков, жиров, углеводов, жиров, снижевых кислот, холестерина, инактивируются протонтерогены, утилизируются избытки пищи, формируются колодовые массы. Роль нормофлоры чрезвычайно важна для организма хозяина. Именно поэтому ее нарушение развития дизбиоза в целом приводит к серьезным забиваниям метаболического и иммунологического характера. И вот если будет уместно, я здесь все-таки напомню докторам о нормальной программе. Я сюда не вынесла этот слайд, но сейчас думаю, что, наверное, это нужно сделать, потому что в нормальной программе основной показатель – это детрит. А сейчас некоторые лаборатории даже упразднили упоминание о детрите. То есть вся, как бы сказать, составная часть программы указывается, то есть растительная, там и перевариваемая клетчатка, и перевариваемая, рахмал, внутридоклеточные, внеклеточные, жирные кислоты. А детрит, как бы, то есть это говорит о том, о незнании основы. То есть основа КАЛа – это детрит. А основа детрита – это микробная флора. И плюс сущенный клетчатка петлина. То есть, значит, нормальная программа содержит детрит. Причем, ну, как часто пишут, умеренное количество, небольшое количество. Обычно лаборатории должны оценивать это в цифрах или в крестах. Да, до трех. Вот, значит, либо три креста, либо цифры три. Вот это норма детрита. А остальное все в нормальной программе. Ну, кроме, может быть, неперевариваемой клетчатки, которая может там быть два-три. То есть, если что-то не переварилось, там, в капусте поет. А остальные все показатели должны быть 0-1. То есть, не больше. Вот это немножко маленькое отмечение на нормальную программу. А теперь, ну, вот еще раз, так немножко более систематизировано. Основные функции микрофлоры – это пищеварение, то есть расщепление пищевых болотен, синтез коробко-цепотичных жирных кислот, участие в обмене желчных кислот и пищеваренных фигментов. Синтез колоноцитами иммуноглобулина А, энтерфирона, фобоцитарная активность комноцитов. Да, извините, пожалуйста, это защитный функций. Относится, вот, значит, иммуноглобулина А. Естественно, он в кишке играет огромную роль. И синтез интерфиронов, и фобоцитарная активность, моноцитов, пролиферация физматических клеток, формирование организационной резистентности кишечника, стимуляция развития лимфоидного аппарата кишки, у новорожденных, и у детей в дальнейшем. Вот, синтетическая функция, это синтез витаминов, витамины группы А, вот, участвуют в синтезе факторов свертывания крови, участвуют в остеогенезе, витамины группы, ну, я уж не буду перечислять их, функции витаминов, В1, В2, В3, В5, В6, В12. Значит, и в синтезе аминокислот, адгенина, глутамина, вот, значит, дезинтоксикационная функция, в том числе нейтрализация некоторых видов лекарств и сенобиотиков. Значит, регуляторная функция, то есть регуляция иммунно-эндокринной нервной системы через так называемую кишечно-мозговую ось. Вот, то есть это все функции микрофлора. Значит, барьерное действие микрофлора, оно заключается в подавляющем действии на размножение болезнетворных бактерий и, таким образом, предотвращение патогенов инфекций. Процесс прикрепления микроорганизмов клеток эпителия включается для сложных механизмов, то есть это адгезия. Бактерии кишечной микрофлоры подавляют или уменьшают прилипание патогенов-агентов путем конкурентного исключения. И, к примеру, бактерии пристеночные микрофлоры занимают определенные рецепторы на поверхности эпителиальных клеток. А вот патогенные бактерии, которые могли бы реализоваться к тем же рецепторам, они устраняются из кишечника. То есть кишечные бактерии препятствуют при установлении в слизистую оболочку патогенных и условно-патогенных микробов. Но для того, чтобы, соответственно, патогенные, условно-патогенные, особенно патогенные микробы, прорвались в кишечник, это нужно иметь либо очень большое количество патогена, либо дефект иммунной защиты, что бывает при иммунодефицитных состояниях. Также бактерии постоянной микрофлоры помогают поддерживать кишечную патогенов-агентацию, целых на слизистую кишечника. И бактерии-коменциалы толстой кишки в ходе катаболизма и переваренной в тонкой кишечнике вода образуют короткоцепочные жирные кислоты, такие как ацетат, пропионат, ботират, которые поддерживают варьерные функции муциного слоя слизи, повышают продукцию муцинов и защитную функцию эпителия, то есть способствуют пиклетрению, способствуют снизу образованию. В кишечнике человека сосредоточено более 70% иммунных клеток и главной функцией иммунной системы кишечника является защита от проникновения бактерий в крови. И вторая функция – это устранение патогена. Это обеспечивает рожденный, приобретенный иммунитет и при контакте с патогенами происходит стимуляция иммунной защиты организма, микрофлора кишечника воздействует на специфические скопления лимфоидной ткани и благодаря этому происходит стимуляция клеточного и эмбоморального иммунного ответа. Цитокимы запускают при взаимодействии с толподобными рецепторами и клетки иммунной системы кишечника активно вырабатывают секреторные иммунные клетки, а которые также поддерживают иммунный статус кишечника. Микрофлора кишечника вырабатывает множество антимикробных веществ, которые угнетают в размножении рост патогенных бактерий. И при дисбиотических нарушениях в кишечнике наблюдается не только избыточный рост патогенных микробов, но и общее снижение иммунной защиты организма, что естественно. Благодаря продукции лизоцима, перекиси водорода, молочной, уксусной, пропионовой, масляной и ряда других органических кислот и микроболитов, снижающих кислотность среды, бактерии нормальной микрофлоры эффективно додаются к китогенам. В последние десятилетия очень большое внимание обращается к диропленке, как форме существования микроорганизмов. Я просто напомню, что это такое. Сегодня под термином биопленка понимают особую форму существования микроорганизмов и сообществ, которые образуются на границе раздела паз, обычно твердой и жидкой. И соответственно характеризуются набором свойств, которые отличны к совокупности автономных в этих микроорганизмов в чистой культуре. Биопленка – это англомератные микроорганизмы, расположенные на какой-либо поверхности, клетки которых прикреплены друг к другу. Обычно клетки погружены в полимерное вещество, которым является слизь. Биопленка, обладающая пространственной метаболической структурой и сообщества микроорганизмов, расположена на поверхности раздела слизи. И погружены в слизь. Обычно биопленки образуются в контакте с жидкостями при наличии необходимых для роста веществ. И поверхность которой прикреплена биопленка может быть как неживой, так и поверхность живого организма, стенки кишечника. Считается, что 95-99% микроорганизмов в естественной среде существуют в виде биопленок. Важнейшим компонентом биопленки является внеклеточная полимерная субстанция. Это матрикс. И он представляет собой полиции биополимеров, которые синтезируются клетками микробов, входящих в состав биопленки. Ну и состав матрица входит и полисофориды, структурные белки, и ферменты, и нуклеиновые кислоты. И матрикс как связывающий звено играет огромную роль в организации функционирования биопленок. Он способствует пространственной организации этих структур и ограничивает биопленки от негативного влияния внешней среды. И, соответственно, биопленка выполняет основную барьерную роль в проникновении патогенных кровь путем исключения возможностей их проникновения в эпителиальные клетки. Микрофлора желудочно-кишечного тракта является наиболее представительной. И вот масса кишечной микрофлоры взрослого составляет более 2,5 килограмма. Значит, ранее считалось, что в составе микробиоциноза ходит 17 семей, 45 ранлов, более 500 видов. Но эти данные постоянно корректируются. Уже более 500 видов это уже 1500 видов сейчас выделено. С учетом новых данных, полученных при исследовании микрофлоры и различных диатопов желудочно-кишечного тракта с помощью современных методов, общий геном бактерий желудочно-кишечного тракта насчитывает 400 тысяч генов, что в 12 раз превышает размер генового человека. Ну, здесь просто схема в микроэкологическом плане желудочно-кишечный биотоп может быть разделен на ярусы, то есть это ротовая полость желудок отдела кишечника и, соответственно, микробиотопы о том, что мы сейчас говорили, это полостной, бесценочный и эпителиарийный. Немножко повторяясь, геномокозная флора взаимодействует со слизистой оболочкой желудочно-кишечного тракта, образуя микробно-тканевой комплекс, микроколонии бактерий и их метаболиты. Эпителиальные клетки, мусин, фибробласты, иммунные клетки, лимфоциты, 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 энерроэндокринные клетки, просветная флора находится в просвете желудочно-кишечного тракта, невзаимодействие со слизистой оболочки, субстратом являются непереваренные пищевые волосы, на которых она фиксируется, мукозная флора, она более устойчива к внешнему воздействию, потому что она находится в нынже, и соотношение между мукозной и просветной микрофлоры динамичны и определяются эндогенными факторами, то есть влиянием слизистой оболочки пищеварительного тракта и секретов, и моторики, и сами микроорганизмы, и экзогенные факторы, это влияет или непосредственно, или через эндогенные факторы, но, например, прием той или иной пищи изменяет секретарную, или моторную деятельность, трансформирует микрофлору, то есть вся микрофлора находится в постоянном воздействии, и, в общем, полосная микрофлора просветная в постоянном движении и изменении. И, значит, дисбиоз, он фактически обусловлен отсутствием или уменьшением количества бифидобактерий, лаптобактерий, кишечной палочки, наличием ассоциаций условно-патогенных представителей. Соответственно, когда уменьшается количество бактерий, то это приводит к нарушению метаболизма жирных кислот, калестерина, желчных кислот, снижению синтеза витаминов А и группы В. приводит к снижению ферментации непереваренных остатков пищи и, соответственно, всасыванию токсических веществ. То есть они образуются и всасываются вследствие метробного метаболизма. То есть образуются и гистамин, и катаверин, и свободные радикалы, и развивающиеся вследствие этого не только токсико-аллергические реакции, а и псевдо-аллергические реакции, а также может быть влияние на нервную систему, и головная боль может быть, и мигрени подобные атаки могут быть. Это также вследствие нарушения метробного метаболизма. Причины нарушения это, конечно, острые кишечные инфекции, это заболевания желудочно-кишечного тракта, это острые вирусные инфекции, причем они могут быть и кишечными, и не кишечными, это хронические заболевания, в том числе аллергические заболевания, и может быть аллергическая энтропатия, и бронхиальная астма, может быть диабетическая энтропатия, это прием лекарственных веществ, особенно антибиотиков, смена привычной среды проживания, это диарея путешественников, но это может быть влияние и новой пищи, и воды, нарушение экологического равновесия, это загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение окружающей среды, загрязнение водных источников, это хронический стресс, ну соответственно и он может приводить к иммунологической недостаточности, или какие-то заболевания могут приводить к иммунологической недостаточности, это конечно нерациональное питание, это употребление газированной воды, я не знаю там непрожаренного что-то и пережаренного, тут много можно говорить о нерациональном питании, о нарушении о еде в сухомятку, но это как бы отдельная тема для разговора, значит клинические проявления нарушения, то есть проявления дисбиоза, это снижение аппетита, это тошнота, это рвота, это могут быть боли в животе, это вздутие живота, могут быть запоры, могут быть поносы, это нарушение формирования кала, значит, которые могут быть либо водянистой, то есть совсем как вода, может быть что реже как овечий кал, значит также проявления в виде гиповитаминоза, это заеды, сухость кожи, слизистых, аллергические, все аллергические реакции, общие симптомы, это и головные боли, и нарушение сна, утомляемость, слабость, вот, а у детей раннего возраста, это может быть срыгивание, тошнота, рот, диарея, взгляти живота, беспокойство, вот, нарушение сна, вследствие болей в животе, отсутствие прибавки массы тела, аллергические проявления, антибиотика, ассоциированная диарея, то есть здесь достаточно легко поставить диагноз, то есть когда на фоне антибиотеральной терапии, вы получаете, то есть ожидаемое нарушение микрофона. Значит, антибиотика ассоциированная диарея, это три или более эпизодов неоформленного стула, период после начала антибактериальной терапии и вплоть до четырехнедельного срока, вот это очень важно, после отмены антибиотика, в тех случаях, когда исключены другие причины ее развития. Ну вот когда после острой кишечной инфекции, например, лечены, то есть она сама повлияла, пролечены, и мы еще антибиотериальное лечение назначили, все это пролечили, а понос не проходит. И вот все эти симптомы, которые я перечислила на предыдущем слайде, и все не проходит, и месяц не проходит, и вот тут уже к концу месяца нужно думать о том, что это все-таки тут нужно дефиленцировать. Да, это может быть антибиотика, ассоциированная диарея, но она должна закончиться. А может быть, то есть здесь обязательно не тема этой лекции, но тем не менее, нужно обязательно проверить ребенка на целиакин, вот, потому что любая кишечная инфекция может запустить, особенно ковид, может запустить целиакин, вот с теми же клиническими симптомами, о которых я говорила, поэтому здесь нужно и об этом подумать. Значит, ну, возвращаясь к антибиотико-ассоциированной диареи, значит, частота развития, то есть, как ни странно, амоксицелин, он вызывает довольно часто ее развитие, вот, значит, плюс инцефексим, антицилин, цефалоспорины реже вызывают, макролиды тоже с 2-5%, вторхиналоны 1-2%, но вторхиналоны сами по себе, то есть они как бы используются в лечении, скажем, при воспалительном заболевании кишечников, при том же язвом инковите, вот, вторхиналоны используются. Ну вот, и триметоприн, да, бисептол в менее 1% вызывает. Теперь идиопатическая антибиотика, ассоцированная диарея, она может вызываться в 80% случаев, когда мы не находим возбудителя, негативное воздействие антибиотиков на моторику и, соответственно, на флору. Метаболические последствия и снижение количества собственной флори. То есть мы не понимаем, чем это вызвано. А вот худший вариант это псевдомембранозный калибр. Он встречается в 10-20% случаев по разным авторам. Если бы я считала среди наших больных, все-таки я бы дала 10%. Возбудитель кластригиом дефицит, который вырабатывает токсины А и В. И вот когда развивается на фоне приемы цифолоспорина третьего поколения, клиндомицина, ампицилина, амоксицелина, в торхиналонах тоже реже, и вот этот псевдомембранозный калит вообще это достаточно серьезное заболевание. Значит, если при идиопатической антибиотико-сценной диареи диареиный синдром стул умеренного дениста и носит непродолжительный то есть разжижение стула непродолжительный характер, оккупируется в течение 1-3 дней после отмены антибиотиков без дополнительного лечения, хотя вот, как я уже сказала, может продолжаться до 28 дней, но не очень часто. Значит, боли в животе, есть боли в животе, они небольшие, вот, вздутие живота, метеоризм, общее состояние не меняется, температура тела нормальная, протекает без выраженного обезвоживания, то есть это довольно такой благоприятный вариант, а вот псевдомингронозный талиб, это диареиный синдром выражен, стул жидкий, водянистый, небольшого объема, частый, может быть, до 20 раз в сутки, часто с примесью слизи и крови, достаточно часто бывает слизи кровь, носик, упорный характер, иногда до 8-10 недель, но тут надо вовремя поставить диагноз и начать лечить, хотя есть, в общем, достаточно резистентные формы, боли в животе с пастического характера, очень сильные боли, дети кричат, дети, ну вот коликоподобные такие, вот, лихорадка фибрильная или гептическая опять нас на мысль должно наводить, что если мы лечим антибиотиком, там, начинаем лечить и вдруг на этом фоне вдруг идет резкий подъем температуры, понос, вот, с примесью крови, то вот здесь нужно, конечно, подумать, в псевдомембранозном полите сразу назначить с определением токсинов, выраженная интоксикация и выраженный ликоцитоз периферической крови, 20-25 тысяч веков. Значит, здесь таблица эффективности применения пробиотиков, профилактики и лечения, то есть работы с изучением большого количества детей и взрослых, и, значит, видно, что и вактобактерии, вот, и, значит, другие бактерии, они уменьшают развитие антибиотикоассоциированной диареи, то есть риск развитие уменьшается. Значит, теперь идиопатическое лечение антибиотикоассоциированной диареи, ну, это диета, причем диета обычно с использованием риса, продуктов риса, рисовой кашки безмолочной, рисового отвара, вот, то, как раньше рекомендовали, то есть, когда варим рис и добавляем большое количество воды, рис варится, и потом вода сливается, и мы даем детям этот рис сливается, он очень хорош для закрепления, значит, отмена антибактериального препарата, энтеросорбенты, вот, средства для регидратации и пробиозики, вот, и псевдомембранозный колит, то есть, тут обязательная отмена антибактериального средства и обязательно назначение либо банкомицина, либо метромедозона, причем назначение внутрь, не в капельнице, потому что в капельнице эффект незначительный, естественно, средства регидратации и также назначение пробиотической терапии, вообще принципы терапии дисбиозов это диетотерапия, это подавление избыточной флоры, это нормализация качественного и количества состава микрофлоры и вот здесь вот либо пробиотики, либо пробиотики, либо симбиотики. Значит, пробиотики это препараты немикробного происхождения, неперевариваемые в кишечнике, способные оказывать позитивный эффект на организм через стимуляцию роста или метаболической активности нормальной микрофлоры кишечника. То есть это там нет самих микробов, а вот пробиотики это живые микроорганизмы, которые при применении в адекватных количествах оказывают позитивное воздействие на здоровье организма хозяина. Симбиотики это комбинация из нескольких видов живых микроорганизмов. Соответственно и симбиотики это препараты полученные в результате комбинации пробиотиков и пребиотиков. Значит классификация пробиотиков ну это классификация старая но она довольно жизненная. Есть классические монокомпонентные препараты содержащие один штамм бактерий. Есть второе поколение это самые элиминирующие антагонисты это бактисуптил и скоробактерин они хороши приострых кишечных инфекциях. Третье поколение это комбинированные препараты состоящие из нескольких штаммов. И четвертое поколение это имбилизированные на сарбинде живые бактерии представители нормофлоры. Бактерин костер, проби порт. И значит пробиотики пятого поколения существуют это комбинированные поликомпонентные препараты из нескольких видов бактерий и ингредиентов которые способствуют их росту размножению и метаболической активности. Значит теперь ну в чем разница уже понятное определение то есть пробиотик это заселяет кишку пробиотик стимулирует рост естественной микрофлоры значит пробиотик это живые микроорганизмы пребиотик вещества которые являются питательной средой для роста полезных микроорганизмов значит ну вот из пробиотиков около 5-10% достигают толстой кишки в своем первозданном виде а пробиотик он не переваривается достигает толстой кишки в своем первозданном виде значит соответственно симбиотик это комбинация пробиотика и пробиотика повторяю и очень хорошо влияет на организм хозяина вот за счет выживаемости имплантации бактерий пробиотиков желудочно-кишечный тракт вот пробиотические микроорганизмы используя пробиотики приобретают более высокую толерантность к устойям окружающей среды вот устойчивость к окислению воздействию низкого НПХ температуры вот значит и стимуляция пробиотиков пробиотиками способствует регуляции метаболической активности кишечники развития полезной микробиоты и ингибирование потенциальных патогенов которые присутствуют в желудочно-кишечном тракте и соответственно употребление симбиотиков приводит к снижению концентрации нежелательных метаболитов инактивации микрозаминов антерогенных веществ вот увеличение уровня короткоцепочечных жирных кислот кетонов дислюкидов вот что многоприятно отражается на здоровье макроорганизмов вот иночек для поддержания восстановления микроэкологии человеческого организма надо использовать не только живые пробиотики но и продукты их метаболизма вот такие соединения получили название метабиотиков это лизаты лизаты и ферментативный лизис позволяет сохранить важные антигенные детерминаты бактериальных клеток которые не приводят к развитию патологического процесса но при этом распознаются иммунокомпетентными клетками как сигнал для запуска иммунных реакций и происходит образование иммуногогулина при ферментативном лизисе бактерии образуются муромил дефектиды и соответственно также активируют врожденный иммунитет и иммуномодулирующий эффект также приводит к стимуляции значит функции пробиотиков способствуют нормализации микрофлоры кишечника подавляют рост условно-патогенных микроорганизмов способствуют нормализации стула восстанавливают слизистую оболочку кишечника при воспалительных процессах и снижают вероятность развития аллергических реакций механизм действия пробиотиков это конкуренция с патогенной условно-патогенной микрофлорой адгезия к слизистой оболочке кишечника соответственно взаимодействие с эпителиоцитами иммуномодулирующий эффект прямое антимикробное антитоксическое действие за счет нейтрализации это разрушение энтеротоксинов вирусов и коктейлей и современные требования к пробиотикам это доказанная клиническая эффективность жизнеспособность при прохождении через желудочно-кишечный тракт устойчивость к высокой кислотности и к органическим желчным кислотам антимикробным токсинам способность к адгезии к прикреплению к кишечному эпителию способность к туризации кишечника антагонистическая активность в отношении условно-патогенных микроорганизмов отсутствие естественно патогенности токсичности штаммов безопасность применения стабильность и жизнеспособность при длительном сроке хранения это тоже естественно очень важное требование значит пробиотические штаммы и пробиотики уменьшают артуминальные метеоризмы вздути при синдроме раздраженного кишечника уменьшают некоторые штаммы висцеральную болевую чувствительность улучшают самочувствие и соответственно улучшают качество жизни пациентов с функциональной абдуминальной боли что тоже нам очень важно потому что детей подростков с СРП сейчас достаточное количество использование симбиотиков способствует снижению количества случаев возникновения метеоризма сокращает продолжительность абдуминального болевого и диаре иного синдрома благотворно влияет на кишечный биоциноз и снижение количества бифидобактерий в кишечной микробиоте и взрослых с СРК это патогенетическое основание для применения пробиотика при этом комбинированное назначение бифидо-эластобактерий является более эффективным чем использование монопрепаратов значит синдром избыточного бактериального роста СИБР привлекает внимание педиатров то есть это нарушение роста бактерий не в том отделе они растут и у наших детей по данным наших авторов частота СИБР составляет 63% даже при хроническом гастроглодоните его частота составляет 41% и соответственно имеют значение и медикаментозные препараты и синдром воздраженного кишечника и лимблиоз нарушение моторики тотальное парантеральное питание но это уже такие при стационарном обследовании тотальное парантеральное питание мукостидоз синдром короткой пешки там конечно особенный выражен синдром избыточного бактериального роста когда бактерии растут не в тонкой пешке и выше значит по данному ВОЗ острые кишечные инфекции занимают третье место среди причин детской смертности и понятно что в педиатрической практике АКИ являются очень значимой патологией и соответственно при АКИ изменения микробов отмечаются различных биотопов организма человека и соответственно естественные микроэкологические нарушения и при дезинфериозе естественно салимодиозе при салимодиозе при ротовирусной инфекции в очень большом проценте случаев и показания назначения пробиотиков комплексной терапии это дезинфериоз кишечника острые кишечные инфекции антибиотик ассоциумный диаре инфекция хеликопакта филори особенно при лечении потому что там массивное лечение антибиотик препаратами естественно диаре вызвано пластрин диаре путешественников воспалительные заболевания органов дыхания бактериальный гинокологии атопические заболевания и лизаты бифидобактерии лактобактерии способствуют уступлению местного иммунитета препарат фитолизаты пыли основное преимущество лизатов это иммуностимулирующая активность без риска провокации или усиления воспалительной реакции соответственно то что я уже говорила бактериальные лизаты они восстанавливают микрофлору оказывают антибактериальные эффекты и подавляют милостную флору и соответственно за счет этого уменьшаются боли в животе устраняются спазмы предупреждают скопление газов способствуют их отхождению помогают справиться с запорами способствуют увеличению продолжительности сна за счет уменьшения болей в животе восстанавливают микрофлоры кишечника ну соответственно справляются с гисбиозом и улучшают пищеварение и появляются активными при кишечной инфекции и соответственно все доказано исследованиями значит соответственно дети которые по результатам пациент тестирования до проведения реабилитации были получены снижение количества бифидобактерий снижение лактобактерий значит исследование количества кори бактероидов показало повышение и избыточный бактериальный рост у 6% анаэробный дисбаланс у 46% детей после проведения программы реабилитации используемых препаратов дебобиотик и фитализат беби то есть соответственно проведенное исследование показало эффективность использования препаратов дебобиотики и фитализат дым комплексной реабилитации детей и младшего школьного возраста вот благодарю за внимание и вы знаете я почему торопилась потому что у нас отключат интернет через 5 минут поэтому может быть на 1-2 вопроса смогу ответить вот так что спасибо за внимание мне понравилось помехи есть продолжайте было мне разрешение продолжать лекцию замечательно вот давайте пока воспользуюсь значит я представляю Санкт-Петербургский педиатрический медицинский университет и здесь у нас открыт центр по воспалительным заболеваниям кишечника мы очень широко исследуем детей лечим так что вот спасибо вам за хорошие слова значит и плюс вот просьба гастроэнтерологов и негастроэнтерологов мы берем на обследование сейчас детей и с болезнью крона и с язвенным колитом с аутоиммунными гепатитами так что пожалуйста отправляйте к нам Санкт-Петербургский педиатрический медицинский университет запись через сайт я к сожалению на слайде не вывела вот но мы ждем пожалуйста мы активно обследуем и лечим и биологической пиратии так что отправляйте все вопросов нет интернет сейчас ответьте пожалуйста на вопрос если ребенок вырос на искусственном скармлив никакие особенности вы знаете в чем дело я так думаю что сейчас все смеси они адаптированы если только если не на коровьем молоке и не на козьем чистом а если адаптированные смеси ну они обычно вводят туда и кто-то вводит и пробиотики кто-то вводит пробиотики так что я думаю что главное чтобы ребенок рос здоровым хорошо прибавлял в весе и все и дальше и дальше не зима так у малыша газы в зоне перехода из тонкой в толстую кишку особенно ночью досыпается плачет что можно ну вот симбиотики надо дать так ну смотрите значит здесь если реально просыпается ночью плачет если очень сдувается вот у малыша у малыша а возраст малыша значит если сдувается живот и не помогают ни пробиотики ни пробиотики ни синбиотики вот то нет при онкологии противопоказаний нету значит нужно пересмотреть конечно малыша вот сколько чем он питается то есть пересмотреть смесь это может быть запросто аллергическая гейнтеропотия которая началась на смесь или если он на груди то чем мама кормится посмотреть стул а год и 2 месяца значит на груди не на груди значит посмотреть если на груди то уйма пересмотреть питание а то и убрать грудь ну вот 2 года уже год и 2 месяца уже хороший возраст для того чтобы от груд никогда я отказался вот и перевести или на гипоаллергенную смесь Или на гидролизат, если он будет, конечно, в год и два месяца. Или просто отказаться от смеси. То есть посмотреть, может быть, если очень злой живот и совсем не спит, и совсем все плохо, значит, тогда обследовать на телеопию. А перед путешествием заранее? Ну, да, наверное, да, заранее. Хотя бы за несколько дней. Так, грудь. Значит, грудь удача. Все, дорогие коллеги, дорогие организаторы, спасибо за возможность прочитать лекцию. И до свидания. Всего хорошего.